Привет, мои дорогие друзья! Это видео очень перекликается с предыдущим видео по зерновой сделке. Вы наверняка слышали об удивительном решении, которое сегодня было принято договаривающимися сторонами. И зерновая сделка снова в работе. С чего все началось? 29 октября было совершено нападение на корабли Черноморского флота. Вот как об этом сообщила Миноборона Российской Федерации. Сегодня в 4.20 киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда. В атаке были задействованы 9 беспилотных летатых аппаратов и 7 автономных. К этому моментально пристегнули зерновую сделку, потому что сообщили, что благодаря судам, которые участвуют в зерновой сделке, была осуществлена эта атака. Вот Небензя заявил, атака на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении зерновой сделки. Все, крест поставлен. После этого уже Слуцкий сказал, что НАТО и страны Запада призвали Россию вернуться в зерновую сделку. Действительно, сразу же послышались призывы со всего мира вернуться в зерновую сделку. И Слуцкий здесь стебет, вспомнили о нуждающихся или на самом деле забеспокоились о своей шкуре ожидаемая реакция. Зерновую сделку призвали вернуться все, и НАТО в том числе, что очень интересно, потому что какое отношение имеет НАТО. Я понимаю еще ООН, и все понимают ООН, но НАТО, зерновая сделка НАТО. Плюс до этого много раз Путин заявлял, и мы об этом тоже говорили, что корабли идут не туда, корабли идут не нуждающимся. Поэтому вообще все это большая-большая наколка, вся эта зерновая сделка. Но когда зерновая сделка по заверениям Российской Федерации, по утверждениям Российской Федерации начала использоваться для атак на территорию, которую Российская Федерация считает своей, это, конечно, уже перебор и передоз. Мы забываем или кто-то забывает о том, как доставили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Потому что сейчас это как-то отошло на второй план. А российское следствие утверждало, что взрывчатку доставили именно в рамках зернового коридора. В общем, все призывают и начинаются созвоны. Начинают звонить турки. Шойго обсуждает с министром обороны Турции ситуацию вокруг зерновой сделки. Также очень интересно, Министерство обороны Турции внезапно очень заинтересовано. После этого Песков заявил, что без России зерновая сделка вряд ли реализуема. Но при этом суда уже пошли. Турки сказали, ну хорошо, но правда будем продолжать. Мы сначала подумали, что возможно это связано с тем, что те суда, которые идут, это те, на которые уже было разрешение Российской Федерации, чтобы они шли. То есть был произведен досмотр и так далее. Но потом пошли суда, на которых досмотр осуществлен не был. Эрдоган сделал ряд заявлений. Мы продолжим выполнять условия зерновой сделки, несмотря на колебания Российской Федерации. Несмотря на то, что Россия колеблется относительно зернового соглашения, поскольку Москве не предложены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству. В итоге получается, что именно Эрдоган, именно турки выглядят как спасатели этого самого человечества. Несмотря на то, что до этого сам Эрдоган говорил, что это фуфел. Что зерно идет вообще не туда, это коровы едят какие-нибудь там английские. Но сейчас Эрдоган, прекрасно понимая, как он может выглядеть в данной ситуации, и как будет выглядеть в этой ситуации та же Россия. Россия препятствует, а Эрдоган, он кормчий. Он наоборот говорит, эх, несмотря ни на что, пойдут сюда. Минобороны Российской Федерации заявление. До прояснения ситуации вокруг совершенной Украины 29 октября террористической атаки против боевых кораблей, движение по коридору безопасности определенному Черноморской инициативе приостановлено. Василий Небензя также вполне последовательный и стоит на своем. Нет никакого движения, Черноморское, Черное море, зона боевых действий. Москва не позволит судам проходить без досмотра и собирается проверять все сухогрузы. Не позволит и что сделает? Этот вопрос я задал в первом же видео. Мы, конечно же, не могли себе представить, чтобы Российская Федерация начала топить мирные суда. Это просто невозможно себе представить. Для турков возможно сбивать российские самолеты, которые залетают в воздушное пространство Турции. Для России невозможно топить гражданские суда. Это вполне объяснимо. И вот уже Чавашаглу заявляет президент Турции в ближайшие дни. Проведет переговоры с коллегами из Украины и РФ, в том числе по зерновой сделке. Лавров и Чавашаглу обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки. Происходят созвоны. Володин заявляет, что возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Эрдоган созванивается с Путиным. И, судя по тому, что сообщают турецкие эксперты, начинает поддавливать. Эрдоган в разговоре призвал к сотрудничеству по зерновой сделке. Путин при этом назвал Эрдогану условия возврата РФ в зерновую сделку. Станет возможным только по итогам расследования удара ВСУ по Севастополю, а также при условии предоставления Киевам гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Мы тут переходим, возможно, к самому интересному. Какие гарантии может дать Киев? Первое. Тот же Путин и руководство Российской Федерации многократно заявлял о том, что Зеленский является марионеткой и сам ничего не решает. Несмотря на последние достаточно острые заявления того же Пригожина, который говорит о том, что, оказывается, Зеленский волевой, еще какой-то. Ну, все мировое сообщество, вменяемое, понимает, что Зеленский это фигура не самостоятельная. Самостоятельно принимать решения, какие он не может. Как фигура, которая не может самостоятельно принимать решения и давать какие-то гарантии? Это что-то будет наподобие гарантии Минских соглашений? А они выполнялись Киевом? Минобороны Российской Федерации 2 ноября после совершенных Украины 29 октября террористических атак, типа террористического акта, Российская Федерация приостановила реализацию соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. И внезапно заявление Эрдогана о том, что Зерновой коридор восстановит деятельность, договоренность достигнута, несмотря на то, что еще буквально за несколько минут практически до того, как была озвучена позиция Минобороны Российской Федерации, Песков заявлял о том, что в Кремле РФ продолжает контакты, но при этом она таки приостановлена, а уже после этого следует феерическое, я считаю, заявление. Удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции для ведения боевых действий против Российской Федерации. В частности, украинская сторона официально заверила, что морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями Черноморской инициативы. Смотрите, друзья, получены какие-то письменные гарантии от Украины и поэтому, конечно же, мы верим Киеву в том, что он не будет уже использовать никогда в жизни. Если что, я думаю, там внизу подписано «Мамой клянусь». Насколько я понимаю, гарантии даны Украиной, но переговоры велись с Турцией, то есть при посредничестве Турции. Но не так давно с помпой киевские власти заявили, что на законодательном уровне закреплен запрет на любые переговоры с Российской Федерацией. Тут же заявляется о том, что Киев предоставил какие-то письменные гарантии. Здесь два варианта. Первый вариант – российские власти говорят неправду. Второй вариант – Киеву пришлось переступить через себя, нарушить собственное законодательство. Причем это публично серьезный хлопок по роже самому Киеву. И подписать некие гарантии – это однозначно те самые переговоры, которые законодательно вести с Российской Федерацией нельзя. И передать эти письменные соглашения. Теперь нам остается их увидеть, для того, чтобы понять, что Киев на самом деле совершил акт, за который может поплатиться даже в лице собственных почитателей. Почитателей, скажем так, я не знаю, это странно, вы согласитесь, принимать, гордиться этим, смотрите, никаких переговоров-то прошли они. Зеленский продолжает оскорблять Российскую Федерацию и руководство. Он называет их сумасшедшими, в последнем интервью я видел. И при этом идет на переговоры. Как при этом выглядит Российская Федерация? Да тоже не очень. Потому что для чего нужно было с помпой выходить из зерновой сделки, не получать при этом разблокирование возможности для вывоза собственного зерна, а это я напомню часть сделки, а потом в нее возвращаться, получив какие-то письменные договоренности от Киева, который сегодня говорит одно, завтра говорит другое, послезавтра абсолютно третье. И говорит, я того всего не говорил. Если по итогу не будет разблокирован экспорт российского зерна, то это будет выглядеть вообще как какая-то пиар-история для внутреннего пользователя. То есть для самого общества Российской Федерации, российская власть решила показать, смотрите, безнаказанными такого рода удары не остаются. И вот здесь вот, ввиду того, что они сами сообщили о том, что это благодаря зерновой сделке завозятся взрывчатки, дроны и так далее, то мы выходим из этой сделки. Это очень правильно. В эту же схему укладываются болезненные, на самом деле очень болезненные удары по энергетической инфраструктуре. Но тут другая история. Дело в том, что никаких плюсов от выхода из этой зерновой сделки Российская Федерация не получила. Потому что если это сделано исключительно для внутреннего пользования, в таком случае надо было бы показать победу. Смотрите, мы добились того. Сейчас, я считаю, у некоторых не вполне последовательных ура патриотов с российской стороны, есть заявление, да главное нам хаб. О хабе договоренность была и без зерновых сделок, и без выхода из зерновых сделок. Хаб выгоден и в большей степени, он выгоден скорее всего все-таки Турции. Следует очень наглое, будем называть вещи своими именами, наглое и очень опасное заявление Турции о том, что хорошо, мы будем вывозить зерно под своим флагом. Получается, что этот возврат в зерновую сделку со стороны Российской Федерации сделан для того, чтобы турецкие партнеры, а это на самом деле турецкие партнеры, не обиделись. Ибо не будем же мы атаковать суда под турецким флагом. Кто основной бенефициар от возврата Российской Федерации в зерновую сделку? Конечно же, Эрдоган. Эрдоган в лице мирового сообщества выглядит человек, который рулит процессами, который сказал, сделал, который абсолютно не прогнулся и более того, добился своего однозначно. Получил он и ХАП, получил он и АХАП, ну вы понимаете, будет покупать Европа. То есть, Турция на себя замкнула эту историю. И человек, который смог все вернуть на круги своя и вот дать зерно, он уже не вспоминает о том, что зерно идет британским коровом, это идет детям. Опять-таки, детям Африки. Самое интересное, что с самого момента, когда Российская Федерация заявила о своем выходе из зерновой сделки, турки, турецкие чиновники, сразу же начали заявлять о том, что там, так, мы сейчас проведем переговоры, как будто бы они знали, что будет возврат России в эту сделку, причем очень быстро. Такое впечатление, что у них какой-то козырь в рукаве, которым они вот так вот раз. И мы не знаем, что это за козырь. Но, тем не менее, случилось так, как случилось. Теперь очень интересно узнать подробности передачи этих письменных соглашений российской стороне. Очень хотелось бы, чтобы российская сторона показала, кто подписал эти соглашения. Ну и очень хотелось бы понять, каким образом Киев будет их исполнять. Потому что у всех, конечно же, в памяти очень живое исполнение, исполнение, я кавычу, минских соглашений. Пока что выглядит именно так. Конечно же, можно рассказывать о том, что это очень крупная и очень долгая многоходовка. Но пока что все это выглядит именно так. И уж поверьте, ситуацию прекрасно заценили и поняли, как враги Российской Федерации, так и друзья. У меня пока все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok